От Абдулла 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 Аса, который сказал, Отстал от нас пророк, в путешествии, в котором мы были вместе с ним, и потом нагнал нас. Пришло время намаза. Мы стали обтирать наши ноги прям, голые. И он возгласил вот так вот, воззвал громким голосом. Горе пятком от адского огня. Фанада, сказано, воззвал. Воззвал, ведь он же был с ними. Верно? Был с ними рядом, но при этом воззвал громким голосом, повысил свой голос. В некоторых версиях даже сказано, что громким голосом сказал. Повысил голос именно прямо так сказано. Сказал. Хотя он был с ними. Все представьте, какой-то шейх со своими учениками. В пути где-то они исследуют. И вот если бы он так сделал. Воззвал бы громко. Или что-то такое. Громко бы сказал. Люди бы сказали, что с шейхом. Почему он так громко так говорится. Почему повышает голос? Почему спокойно не говорит мне это? Почему нам не будет спокойно? Почему так громко говорит? В некоторых версиях, в некоторых хадисах сообщают, что проколи Саратур сам поднимался даже на возвышенность. Поднимался на возвышенность. И громким голосом так обращался. Для чего все это? Для чего? Роксус говорил обычным голосом. Верно? Ну как? Мы говорили с вами, что с подвижки тихо сидели, слушали всегда. Всегда очень внимательны были. Здесь возвысил голос. Даже, как мы говорили, поднимался на что-то, чтобы обратиться. Вот с такими вещами. Почему? Потому что это очень важно. Для указания на важность этого вопроса. Чтобы одновременно люди слышали и голос громкий, и видели еще. Хорошо? И видели, и слышали одновременно. Совместилось сразу видение, слышание. То есть использовать сразу больше, чем один орган чувств. Это очень хорошо. Это в обучении полезно. Когда что-то важное, особенно. Хорошо? Использовать сразу несколько органов чувств. Мы говорили с вами, разные методы есть, чтобы обострить внимание человека. Чтобы он хорошо слушал и потом надолго запомнил. Вы сами учились же в школе, да, наверное? Учились в школе. Есть какие-то вещи из школьного материала, которые вы очень хорошо помните? Вот какие-то отдельные факты. Я не говорю, что предмет целый. Какие-то отдельные вещи. Да. Почему? Вспоминайте. Зачастую почему-то. Потому что, возможно, вас похвалили, когда вы ответили на этот вопрос. Или, наоборот, поругали, когда вы не ответили на этот вопрос. Или двойку поставили. Да? Или все смеялись, когда вы неправильно ответили. Или что-то было. То есть с этим связана какая-то эмоция. Да? То есть, когда задействуется не одно чувство, а несколько органов чувств. Например, и видение, и слышание сразу. Да? Это способствует лучшему запоминанию. И обращению внимания. Указывает на важность этого вопроса. Хорошо? Когда вот так вот обращающиеся используют сразу несколько методов. Это указывает. Для чего это делается? Для указания на важность какой-то вещи. И указание на то, что если кто-то это оставит, то оставит нечто обязательное. И поэтому проксуцен так громко сказал. Да? Чтобы поняли, что если это оставить, это оставление чего-то важного и чего-то обязательного.